здравствуйте друзья вы видите два рейса из лос-анджелеса один компании delta 10 часов 10 минут вечера ну вот уже 10 часов и 10 минут а вот но что-то он значит припоздняется вот видеть припоздняется на 4 и 4 раздачном месте там будет будет багаж потом там даже уже крутится немножко но там другие рейсы а мы с вами в аэропорту города сан-хосе что окаймляет с юга кремниевую долину является важной его частью город-миллионник большой город вот и эти не днем ни ночью не успокаивается аэропорт а мы ожидаем друзья мы ожидаем новичка и сегодня нам предстоит наблюдать как он нажмет заветную кнопку на иммигранта в возе на иммигрантомобили как меня поправляют поскольку людей возит транспортное средство так что вот у вас будет возможность принять участие и нажать кнопку лайк под этим видео чтобы придать дополнительный импульс такого позитивному движению нового американца пока наш гость на подходе я вам покажу парковочку так только мы из зала вышли вот она парковочка так как ну может быть не такая вот так сказать презентабельная но надо сказать очень удобно вот вышел из машины тут буквально 50 метров и прямо сразу раз и сюда вот а если человека нужно просто подхватить смотрите как мы с вами сейчас перейдем аккуратненько на ту сторону там уже улица и в той улице на той улице там и автобусы и машины подходят подхватывают давайте глянем очень-очень удобный аэропорт в городе сан-фосе вот такой аэропорт машинку подъезжает гостя нашего зовут владислав он летит из лос-анджелеса а в лос-анджелес он прилетел такое мне ощущение что вот откуда-то с дальнего востока могу ошибаться пусть он нам сам расскажет не знаю откуда там летает хабаровск владивосток вот откуда-то оттуда прилетел вот друзья это багаж нашего гостя это сам гость представляйтесь владислав так из владивостока я как чувствовал я помню то ли хабаровск владивосток владислав а что владислав а а что прямо из владивостока в лос-анджелес летает не через сел сеул то есть мы по корейской линии как бы пошли пошли так это вот весь ваш багаж какими судьбами вы в калифорнии расскажите я случилось выиграли green card а много вас выиграл я так но у нас семья три человека как а где же они ну мы так решили подойти к этому на ум творческих научных но и решили что поеду сперва я поучусь адрес нам студент что ли да подготовлю плацдарм почву так я смотрю вы знаете что мы оставили наш мигрантовоз вон там пошли туда так что значит образование какое чем занимались я всегда работал системным инженером то есть в различных организаций закончили как выручил весь университет владивостокский специальность вычислительные машины комплексе мы сегодня понял то есть о чем вам учиться ну давайте я сейчас друзья ой вот закидывайте чего вас тут есть друзья было у него немного прямо скажем много не было но можете и второе тоже вы знаете ритуал с кнопкой а это наш зритель стой стойте вы даже мы же должны привлечь всех участников значит друзья я повторяю ритуал я знаю что многие в курсе но у нас много подписчиков подписчиков на канале за месяц 1010 но поэтому ритуал такой значит автомобиль он же иммигрантомобиль иммигрантовоз на нем есть заветная кнопка вот вот эта кнопка эта кнопка закрывает дверку багажника и когда значит наш но в прибывший иммигрант нажимает эту кнопку в этот момент дверка начинает закрываться тот момент когда он нажимает вы свою энергию посылаете энергию прорыва посылаете тем что нажимаете кнопку лайк под видео многие уже нажали ничего страшного не надо отжимать нужно крайне случае с другого аккаунта зайдите значит я я шучу значит так вот некоторые специально отжимают уже нажавшие чтобы нажать в нужный момент короче дверка закрывается закрывается она в прошлую жизнь давайте и открывается дорога в новую это очень тонко с одной стороны закрывается но назад а другой стороны открывается но вперед и значит когда мы кнопку нажмем и вот те там пять секунд что крышка будет закрываться мы в это время ликуем вот вы можете прыгать опять конечно если пас было всей семьей тут три человека вы бы могли ликовать ярче вот пока давайте так значит нажимаем кнопку друзья приготовились а моя семья она со мной до нажимаем кнопку поехали ликуем ура ну тут в данном случае идет такой танец ковбойский на майке с надписью west куда мы едем подскажите ну что друзья вот мы на хайвее у нас заказано в городке лос-алтос что там комнатка недалеко от школы и вот туда мы направляемся сейчас вот у нас влад приехал в такой момент когда буквально послезавтра начнется прием заявок на участие в карт лотереи вы в которой выиграли 18 результат узнал прошу году это получается на 18 18 то есть вы выиграли бы 17 долго думали и когда мист вам дали в августе 8 августа недавно так а номер большой был 23100 2 неплохо неплохо то есть там в последний вагон долго думали ехать не ехать или что мы до долго думали ехать не ехать то есть но старались здраво к этому подойти то есть вроде бы играть выиграли потом стали тяну нам надо начали думать как лучше поступить то есть у нас но все-таки ребенок есть лет вам сколько нет 33 жене 31 какой специальности жена она экономист так экономика у него по английски вы оба как ну средненько средний карта к ребенку сколько ребенка три года скоро будет декабря года ну что же неплохо как бы многие люди только родить детей вот едут но мы еще сами успеете пожить ну как бы один из факторов было было только как раз то что мы решили позаботиться о ребенке родители как отнеслись родители переживают конечно а что-то в самолеты летают пожалуйста раз и нам довести тем более сейчас интернет как бы связь это вообще не проблема если бы в москву улетели я думаю тут и не ближе нет там не живя в владивостоке то есть к родителям 200 километров от владивостока ездили раз полгода баня поэтому как бы интернет так же часто но они могут быть беспокоить что вы тут плохо кушать будете . бабушка какой-то есть напутствие тем ребятам которые сейчас собираются заполнять заявку может быть что-то вы по ходу этого процесса кроме переживаний но вот по части заполнения может быть вы изучали вопрос может быть вы на форуме говорим про естом сутками просиживая я не знаю ваша история ребят я первый раз и увижу но просто расскажите что-то такое нет мы увидели с вами разговаривали по скайпу по скайпу живьем первый раз нет мы мы не относим тем кто сидел постоянно на говорим группы про вес на форуме конечно мы посмотрели туда то есть вы появлялись вопросы давайте так как вы заполнили заявку вы от балды или вы изучали вопрос может быть что-то вот у вас есть какие-то советы но там и не первый раз заполняли мы с третьего раза выиграли так исполняли мы ее то есть сами никто нам не помогал там заявка на самом деле форма простая поэтому пользоваться услугами чьими-то то есть нет смысла то есть вас не смущало не парни инструкции про понять и не сформа и ты разобрать форма очень огранили сами сами сфотографировались на стенку сами отретушировали фотографии добавили а не положено вроде ретушировать ну то есть убрали заднюю часть там нужно чтобы было на белом фоне а у нас на обои это с не совсем то есть 5 ретушировали не было вопросов по поводу вообще или дешево манерных вопросов а в чем интервью составе вот вы пришли сидит консул говорит чё говорит консул говорит а это ваш первый брак да а ребенок вас один на чем будете заниматься тем то где вы будете жить там-то потом наш ребенок добавил от себя так что а вот он на своем ломаном русском это теперь наш девиз так что сказал ребенок вон ну что-то типа лалалам вам и после этого конца но говорит ваша виза доверен и выдавать штампу и не задерживает хорошо прошу быстро так а где вы сказали будете жить как и задумали то есть будем жить но тогда мы сказали в полуальто ну-ка но неважно кремниево да и так и сказали что я буду учиться в школе портного вот на такую-то специальность прям как портного сказали тогда сказал я точно не помню полу сказал портновка петрушку да он сказал ну и знаем конечно портного там такая очень добрая женщина консул а когда когда заходили ней то есть сразу было видно что стопроцентно все будет хорошо но питочку да не знают нас или нет я к этому кладем какие-то признаки были что может она сморо если знает потому что она когда я сказал что в преду примену талину буду учиться в школе портного она за улыбалась или что-то там сказала но ты уже по-английски то есть не то что по-английски не разрушил но поговорила на самом деле она очень по-доброму с нами разговаривала несмотря на то что в школу портного хорошо раз нам прям очень приятные впечатления то есть несмотря на то что там при входе в консульство дается бюрократические моменты там документы как то есть как бы все они шага так концу что не в основном были не в москве посольство то есть в москву поем москву да то есть так где проходит семейство москве единство чтобы а я не знал я думал можно прям будет нос в отдел стойке есть консуса ну сейчас да это просто название консульство посольство на прогибли посольстве на москве да в востоке есть есть санкт-петербурге и москве понял а где там по закрывали где-то зенбурге ну где-то по закромамов нет по моему в питере закрыли а веканинбурге оставили по моему такая история к из уважения к уралу и сибири тогда москва как бы там близко если что поэтому наверное поэтому решили хорошо куда это нас выкинул то я так даже не посмотрел а я понял хорошо значит с точки зрения вы должны объяснить мне почему тестировать вот я предвижу что люди которые нас смотрят они скажут что же он делает он закончил там типа компьютер сайенс я работал системным инженером я работал стену зерам я начался чего-вчего ну и работал бы дальше системным инженером да но многие люди не знают что у нас есть определенные обязательства там и банком ипотека то есть ну несмотря на то что в владивостоке я работал казино то есть это второе казино официального россии так и обыжал у меня было выше среднего чем в востоке этих денег честно говоря для нормального проживания нам не хватало нет нет я ведь не спрашиваю чего вы решили уехать я вас спрашивают почему приехав соединенные штаты вы не хотите продолжать вашу карьеру системного инженера что вдруг вас из из одной компьютерной профессии в другую я понимаю там бухгалтер вот если ваша жена пришла учиться я бы понял а вы то чего мы посчитали что перспективное направление тем более опять-таки на моей прошлой работе то есть 50 процентов работы ну примерно приходилось заниматься тестированием на казино что он прямо на печенье перед обновлениями ну и кстати сейчас переход достаточно тоже но вы меня честно сказать не убедили вот я вас слушаю и я не понимаю то есть вы могли бы сказать это я только так на бумаге системный инженер а так в основном домино играли то есть тогда бы я понял то есть вы не не чувствуете себя уверенно а так получается вы все-таки были все-таки вы какой-то компьютерный человек и не может быть даже здесь есть работа прямо для вас или 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 все-таки это не так может быть но не хочется этим заниматься или что нет не то чтобы не хочется просто хотели так чтобы не пришлось нам домой может быть месяц два или три там искать мне работа может быть и полгода то есть она еще раз туда подпихивал то есть не подпихивал то есть мы считаем что тестирование это перспективно то есть отличишься школе не оба шанс ну я вот я вам скажу что будет значит вы будете у нас учиться я надеюсь что хорошо вас возьмут на хороший интерншип если вы действительно чек такой компьютер скажем вы кодировать не боитесь по чуть-чуть но у меня были периоды безусловно но вы вам там у вас нет проблем там с лупами там каким-то условными переходами там чуть таким-то по мелочи массивы по мелочи по мелочи не может не будет ну значит вы освоите у нас автоматизацию и вас возьмут какую-то компанию на автоматизацию на интерншип с целью оставить потом на работу и может оказаться что ваша карьера вот такая очень простенькая такая будет схема то есть это как бы очень возможно это я думаю дальше дальше вот еще есть какой аспект очень интересное дело в том что в тестировании систем таких посложнее есть всегда административный аспект и системный аспект и человек который не имеет подготовки скажем там админа или системщика он просто не может этого тестировать а кто-то должен поймете то есть вот какая то большая сложная система и там вот есть там что-то связаны вот с этим нас и системного уровня и должен тестировать чек вот этого уровня. Да, нужно понимать взаимосвязь, допустим, как программа работы, может быть, какая-то есть там база, как обращение происходит. Даже не сомневайтесь. Я просто к чему говорю, что это может дать вам доступ в определенную нишу, то есть ваше прошлое, дает вам доступ в определенную нишу тестерской работы, в которую просто так не зайдешь после курсов трехмесячных и даже годовых. Понимаете? То есть, конечно, у вас появится много возможностей таких технократических. Я все-таки, ну я понимаю, у вас есть неуверенность в том, сколько времени займет поиск работы, а там в январе уже подъедет семья, и как бы вам не хочется оказаться в ситуации, когда денег нет, непонятно, когда что будет и так далее, а так как бы вы немножко прикрыты. Да, то есть, ну мы бы сюда не, ну честно говоря, не поехали бы, если бы мы не смогли бы, если бы у нас не было как раз вот, ну, плана, то есть не так, как вот люди едут там, вот мы приехали, все. Ну да, и дальше будем устраиваться. Да, то есть, нет, нет, у нас семья, у нас ребенок, поэтому мы ничего нет. Вы за последние три месяца второй человек, который мне говорит, что если бы я не собирался ехать в вашу школу, то я бы тогда и вовсе не поехал. Это такая очень неожиданная для меня формулировка, потому что я-то исхожу из-за того, что иммиграция, она не зависит от того, что ты делал поначалу, вот, ну, ну, по-разному. Будем надеяться, что все хорошо. Значит, единственное, что нам может вам и нам вместе может помешать или вмешаться в наши планы, это какие-то фундаментальные перемены в экономике. Вот, пока что все цветет и пахнет так, как не цвело и не пахло никогда. То есть, я имею в виду наш сегмент рынка, и вот некоторые жалуются, говорят, знаете, там говорят, ой, там я не знаю, у меня получится, не получится. Я говорю, знаешь, что, если у тебя сейчас не получится, тебе вообще не надо этим заниматься никогда, потому что такого, таких возможностей, чтобы получилось, как сейчас, не было. Вот за те 25 лет, что я этим занимаюсь, 26, в 92-го года, таких возможностей вообще не было. Поэтому, как бы, все карты у вас на руках, но... Но даже в России тестирование набирает обороты. Конечно, оно там очень давно их набирает. Раньше сами программисты, там, пользователи как-то взаимодействовали. И здесь то же самое было когда-то, а сейчас... Сейчас уже давно. Да, так, нет, ну, в России уже давно набирает. Так вот... Я что-то не понял, куда он нас гонит. Так, я правильно еду или неправильно? Я смотрю на пароль. Готово правильно. Вроде все правильно. Ну, ладно, едем. Значит, мы заезжаем в Лос-Алтас. Давайте. Я извиняюсь, что мы только на дорогу смотрим, но дело в том, что сейчас темно. Вот, ровно 11 часов вечера, 11.00. Если я камеру поверну, то вы совсем ничего не увидите. А так, мы едем по Лос-Алтас. Вы неплохо начинаете жить в Америке. Он начинает жизнь в Америке с Лос-Алтас. Знаете, это как в анекдоте. Там, не знаю, кто там в машине сидит, но водителем у него Ерецин. Да, хорошо, Лос-Алтас. Я вообще не слышал такой поговорки. А, ну это был какой-то анедот, там я не был. Там концовка такая была. Интересно. Ну, просто Ельцин любил там за баранком сидеть. Вот и он так. Путин тоже любит. Он недавно мост открывал через Керченский пролив на Камазе. Ну, открыл. А почему на Камазе? Ну, так они решили. Нет, несколько Камазов там целая группа. А, то есть не то, что он за баранком сидел. Камазов он сам сидел за баранком. Вот ты, ё-моё. Да, там с ним то ли главный инженер, то ли кто-то. А, ну то есть он подстраховывался. Хорошо, хорошо. Ну что же. То есть настроение боевое. Я, конечно, ничего не знаю про ваш английский. Хотя я, наверное, там... Ну, такой вы, не так сказали, что я что-то вас там не ахти. Проверил не ахти. Ну, тогда вообще с женой по-русски больше не разговаривают. Они переживают за меня. Ну, во всяком случае, во всяком случае в школе у нас есть очень много людей, которые по-русски не говорят. Поэтому вы стараетесь, может быть, больше с ними. Конечно. Мы с вами едем, и я с интересом думаю, где мы сейчас вынырнем, в том смысле, насколько далеко это от школы. Google Maps говорят 30 минут пешком. 30 минут пешком. Ну, вот от этого места, где мы сейчас, пешком минут 12-15. Я тут жил вот за углом слева. Так что для меня это места знакомые. А что, Стив Чопс ниже уголосался, насколько я знаю. Ну, где-то настолько я знаю, где-то вот он... Тут недалеко, да, но я вправо там заслужил. По-моему, он в Минопарке. Так, сейчас. Ну что? Это не здесь нам направо. Нет, нет, немножко дальше. Видите, это избирательная кампания идет. Такие таблички стоят. И говорят, этому да, этому нет. Это вот вся наша предвыборная агитация. Улица Хатсорн. Ох, ты же мамочки. Ладно. Вот тут мой дом стоит, который Светлана моя построила тут за углом. Так. Вы дойдете не за полчаса, а существенно быстрее. Минут 15, может быть. Если будете правильно идти, конечно, если так, по переулочкам. Ну, завтра попробую завтра. Видите, друзья, Лос-Алтас такое место, где нет фонарей на перекрестках. Так, местами где-то, знаете, на больших. Почему нет фонарей? Потому что жители местные. Вот здесь вот, здесь есть фонарик, потому что перекресток. Потому что жители не любят, чтобы ночью светило в окна. Их... Ха-ха-ха. Да. Правильно. Так. Ну, даже видите, даже в дорогих местах народ подрабатывает тем, что сдает комнотушку. Так. Говорят, что мы сейчас тут приедем. Где-то справа. Какой номер дома-то у нас? Мы в 77. Вот, видите, какие особняки стоят тут гектарами. Так. Ну что, был номер? Да, вот он, 177. 177? Угу. Вы уверены? Да-да-да. Не знаю, друзья, хорошо ли вам видно, но вот в таких хоромах нынче начинающие-то иммигранты будут проживать. Чтобы я так жил, хочется сказать. Да. Так. Ну что, идем? Вот там нас увидели в окошечко. Пойдем посмотрим. Тут очень-очень неплохо все. Очень неплохо. Давайте посмотрим. Тут и автомобили. Слушай, это богатый, серьезный дом. Да, ну что сказать. Там, значит, женщина индийская. Я не знаю, она хозяйка, не хозяйка. Внутри богата. То есть там мрамор со всех сторон. Такой красивый, красный там. И так далее. То есть, в общем-то, на удивление, вот что люди в таких домах живут. И тем не менее, вот так подрабатывают. Ну, а мы, друзья, с вами отправляемся. Отправляемся домой. Все тогда. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok